Я вот ходил в наушниках просто каждый день в училище, обратно с утра вечером, и слушал на повторе. Я не помню, сколько месяцев я слушал вторую часть треть симфонии. Ну, вообще трудно сказать, что мой Рахманинов, потому что это как будто ты себе присваиваешь, на самом деле. Такое культурное наследие, которое, мне кажется, не может быть чьим-то. Сейчас я бы хотел сыграть фрагмент из вариаций на тему Карелли Рахманинова. А именно коду. Это одна из самых трагичных и, именно в высоком смысле слова, трагичных страниц рахманинской музыки. Мы продолжаем проект «Мой Рахманинов» с беседой с пианистом Константином Емельяновым. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Я увидела в вашей биографии такой факт, что вы обучались в Италии в Академии имени Рахманинова. Вот почему в Италии есть учебное заведение, которое носит имя русского композитора. И в одном интервью я прочитала, что по поводу этого заведения вы говорили, что там другие фортепианные традиции. Что имелось? Да, ну по поводу того, почему в Италии Академия фортепианная носит имя Рахманинова, мне кажется, в этом нет никакой загадки, поскольку имя Рахманинова и его творчество, оно давно переросло в рамки чисто русского какого-то музыкального поля. И не только музыкального, мне кажется, это такая фигура, которая абсолютно уже вне каких-то границ, стран. И его музыка живет и исполняет по всему миру, и огромный пиетет к ней. И действительно, вот там на Сицилии находится Академия имени Рахманинова. И я помню, что профессор, у которого я там стажировался, я там не учился как в консерватории, то есть мое основное место обучения было в Московской консерватории, а туда я периодически приезжал на такие серии мастер-классов. И я помню, что он сам был большой профессор, который там преподавал, Епифанио Комис, он большой поклонник творчества Рахманинова, и сам много его играл. И я знаю, что он сам учился тоже у русских профессоров. И поэтому, мне кажется, это абсолютно нормально, что в Италии есть Академия имени Рахманинова. А по поводу разных традиций, они не столько разные, сколько все равно у каждой школы есть какие-то свои особенности, скажем так. Знаете, как у нас очень долгое время, ну и до сих пор, наверное, все под таким влиянием культа Рихтера, конечно, как такой настоящей глыбы. И из этого все свои вытекающие. И в каких-то тенденциях фортепиано-исполнительство очень на много лет он заложил. То есть было очень много последователей до сих пор есть, которые именно вот такого пытаются вот в этом направлении найти в своем творчестве. И там, конечно, есть тоже свои герои. И в первую очередь, это, конечно, Микеланджеле, знаменитый итальянский пианист. Тоже один из величайших исполнителей 20 века. И там все немножко под таким влиянием, как у нас под влиянием там Рихтера и Гиллиса, допустим, находились. А там все больше именно под влиянием своих героев. И, конечно, есть несколько специфические подходы. Это касается именно каких-то технических, технологических вещей исполнительства. Но в целом, мне кажется, что все это тебя обогащает, когда чем больше разных ты соприкоснаешься с разными традициями, разными школами. И, в принципе, сейчас настолько стерлись все эти условности и границы век интернета, когда мы можем послушать записи любых исполнителей. Но мне это очень помогло, потому что действительно такой низкий взгляд из другого немножко мира. А вообще в исполнении Рахманинова, вот вы замечаете, есть какая-то разница между тем, как его преподают или исполняют в России и за границей? Слышите ли вы эту разницу в исполнении российских музыкантов и зарубежных? Ну, знаете, сейчас это, наверное, меньше становится заметно. Раньше, конечно, было такое расхожее мнение, когда, опять же, еще не настолько все заполонило интернет и количество записей, что действительно иностранцы несколько иначе. Особенно те, которые не учились у русских педагогов, иначе это слышат, иначе интерпретируют. Но, мне кажется, это не есть плохо ни в коей мере. Конечно, у нас, наверное, какая-то большая предрасположенность, потому что мы лучше знаем все эти корни, истоки и то, из чего это произросло. Но иногда, знаете, это бывает очень интересно, когда слушаешь каких-нибудь музыкантов, никак не связанных, скажем так, с русской исполнительской школой. И когда у них, знаете, такое незамыленное, чистое абсолютно отношение к этой музыке, вот к чему-то абсолютно новому для них, иногда очень интересные вещи. Потому что музыка таких мастеров, как Сергей Васильевич, она абсолютно, мне кажется, превосходит даже саму фигуру автора. То есть иногда какие-то дает возможности для интерпретации, даже не связанные ни с личностью автора, ни с контекстом, в котором писалось то или иное сочинение. И это иногда бывает очень интересно. Мне кажется, почему нет, если музыка позволяет найти что-то абсолютно неожиданное, это всегда интересно. А у вас бывало такое, что вы, например, читаете отзывы на свой концерт или на чужой, и наталкиваетесь на то, что слушатели, они находят в музыке, допустим, Рахманинова, совсем не то, что задумывал автор или вы вкладываете в это. Ну, например, там начинается второй концерт, там, допустим, слушают колокола, а человек слышит меня, там, колокола, а что-то такое другое. И как-то по-другому интерпретируют. И вам кажется, что это что-то интересное, и вы бы хотели, может быть, даже... Это очень часто бывает, и, естественно, не только с музыкой Рахманинова, очень часто, когда ты закладываешь одно и какие-то определенные образы и идеи, а слушатель может что-то абсолютно иное. Иногда, конечно, это бывает странно, даже забавно какие-то, что человек слышит там в той или иной музыке, когда тебе кажется, что, ну вот же, это совсем о другом. Но иногда было действительно очень свежо и интересно. Знаете, я... Однажды у меня был концерт сольный как раз в Большом зале консерватории, по-моему, в прошлом году. И потом случайно папа мне прислал, он увидел где-то рецензию чью-то, вот, и там человек услышал какие-то настолько интересные вещи, которые я даже на каком-то подсознательном уровне, может быть, не вкладывал, но вот так потом это абстрагировавшись, прочитав, я думаю, невероятно, как вот, что люди могут услышать. То есть, и... Ну, мне кажется, это действительно, это, наверное, самое ценное, когда вот каждый для себя что-то открывает. Не обязательно же, что все должны одинаково, знаете, как под копирку, вот, ага, вот здесь колокола, вот здесь, не знаю, маятник, здесь еще что-то. Но это очень интересно бывает. Иногда абсолютно неожиданно, но иногда это даже дает какие-то толчки. Вот иногда я услышу, что кто-то сказал, вот как у вас там что-то, вот это, наверное, об этом. Я вроде бы играл не об этом, но в следующий раз я уже задумался и понимаю, что, а может быть, действительно. Запомнилось ли, может быть, что-то такое из того, что говорят Рахманиновой, вот именно на основе ваших концертов? С Рахманиновым, наверное, труднее. Мне кажется, у него настолько... Знаете, в его музыке такой стержень присутствует, как и в его личности, собственно. И, мне кажется, в основном посыл всегда очень конкретный, очень прямой. И, не знаю, мне кажется, как раз в случае с Рахманиновым это вот настолько... Может быть, вы знаете, может быть, иностранцы вот иногда, вот какая-то иностранная публика, иностранные исполнители могут что-то такое. Мне кажется, нам все-таки трудно стагироваться от того, что мы знаем об этой музыке, от того, что мы в ней ждем, чего мы ждем услышать в ней. И, наверное, да, хотя... Знаете, вот у меня у самого было, на самом деле, такая еще какие-то маленькие годы, скажем так. Я помню, когда я в первый раз услышал симфонические танцы. И я, например, всегда, когда я в первый раз это услышал, для меня финал симфонических танцев, у меня там было явно что-то испанское. Такое даже вот... Конечно, там есть параллели уже, там уже было написано и Болеро, и много всего другого. Конечно, трудно было абстрагироваться от того, что это было в воздухе, но когда позже уже в студенческие годы, в училище мы проходили эту музыку и когда узнавали, что там и зачем, и почему, и что сам автор об этом говорил, и я тогда, конечно, немножко так подумал, как обманчиво бывает первое впечатление. Наш проект называется «Мой Рахманинов». Вот ваш Рахманинов, он какой? Рахманинов? Ну, вообще трудно сказать вот так «Мой Рахманинов», потому что это как будто ты себе присваиваешь, на самом деле. Это такое культурное наследие, которое, мне кажется, не может быть чьим-то... Ну, с одной стороны, оно одновременно и твое личное, но оно наше всеобщее. Но для меня, наверное, основное, что вот больше всего во мне именно лично перекликается, в музыке Рахманиновой, и что мне всегда особенно ценно, это какое-то чувство невероятной ностальгии и даже боли, наверное. Хотя я понимаю, что я не могу понять, у меня не было таких страниц в биографии, как у Рахманинова, там «Имиграция», «Тоска по родине». Но почему-то во мне всегда это максимально сильно какие-то именно такие самые печальные, самые трагические ноты в его музыке. Мне кажется, он как никто мог это передать. Вот настолько глубокую и щемящую боль, но при этом, знаете, это никогда не уходит в какие-то такие сентиментальные крайности, как-то, знаете, что-то такое вот просто слезы на взлет. Это вот что-то, знаете, как говорят, самая настоящая скорбь, она сухая, то есть она без слез, вот оно что-то такое вот внутреннее, но очень острое. И мне кажется, вот это про Рахманинова. И мне это то, что меня больше всегда трогает и отзывается в его музыке. Какие ваши вообще любимые произведения Рахманинова? Ну, их очень много, так трудно выбрать. Но ведь если возвращаться к нашему предыдущему вопросу как раз, есть сочинения, которые действительно, мне кажется, вот эта внутренняя боль достигает какого-то своего клаймакса, такой самой высокой ноты. И я помню, когда я в первый раз услышал Третью симфонию Рахманинова, как раз, мне кажется, я в училище тогда поступил, когда я в первый раз послушал, это была знаменитая запись Светланова. И вторая часть, когда она начинается, и там соло-скрипки, я помню, что я ходил просто, там, у меня еще какой-то старый был телефон, но как-то уже можно было на него музыку закачивать. И я вот ходил в наушниках просто каждый день в училище, обратно с утра вечером и слушал на повторе. Я не помню, сколько месяцев я слушал вторую часть Третью симфонии. Это вот что-то настолько щемящее. И при этом Рахманинов, он же абсолютно гениальный мелодист. То есть количество настолько одновременно часто и простых, но при этом настолько гениальных и запоминающихся мелодий, тем, которые он написал, все мы помним, второй концерт Рахманинова, конечно. И всегда, вот я сразу вспоминаю вариации на тему Карелли. Такое для меня знаковое сочинение, я его на конкурсе Чайковского исполнял. И проходил с моим любимым профессором Сергеем Леонидовичем Доренским. И как раз тоже вот кода вариации на тему Карелли, мне кажется, это одно из самых таких трагичных и именно в высоком смысле слова трагичных страниц его рахманиновской музыки. Я помню, что Сергей Леонидович всегда, когда ему... Мы приходили, если кто-то играл в вариации на тему Карелли, или на уроки, или я помню, мы с ним, когда ходили в консерваторию, на концерты, слушали его выпускников прошлых лет, он всегда, у него просто были глаза на мокном месте, он всегда, когда слышал коду из вариации на тему Карелли, и у него всегда текли слезы, я помню, на меня это всегда неизгладимое впечатление производило. Но вот действительно музыка настолько проникающая. У вас были тоже такие случаи, когда вы заканчиваете концерт с музыкой рахманинов, вы смотрите в зал, а люди плачут? Ну, сам я не видел, и как бы трудно так разглядеть со сцены, но говорят, что было, я помню, у меня мама была на моем концерте, и говорила, что там сидели рядом, мама сама плакала, да, и тоже рядом сидели плакали, это как раз, по-моему, буду варяться на тему Карелли. Ну, вот. Ну, главное самому на сцене не плакать все-таки. Мне некоторые музыканты говорят о том, что существует такая шутка в музыкальной среде про третий концерт Рахманинова. Ну, это какой-то либо мем, либо какая-то видеозапись о том, что начинаются несколько легких нот, но все оказывается не так просто на самом деле, как кажется. И на самом деле это такой Эверест для пианиста, вот правда ли это? Ну да, есть такая, как бы, наверное, сейчас и в интернете ходят, но это всегда есть люди, я помню, педагоги всегда говорили, что это самое обманчивое начало концерта, которое может быть, потому что действительно начинается мелодия в унисон, двухголосная, просто главная тема концерта, и никто, как бы, кто еще не знает этой музыки, кто ее слышит, никто не подозревает, что будет дальше. Действительно, это очень обманчиво, кажется, что вот первые там несколько страниц может сыграть ребенок, но там дальше начинается. Действительно, конечно, это, наверное, многие, я знаю, говорят, и вот я знаю, Денис Леонидович тоже, по-моему, как раз говорил, что этот концерт как восхождение на Эверест, если не ожидать. Действительно, потому что это в плане именно фортепианного репертуара, мне кажется, это одна из самых таких главных вершин, которые у нас вообще есть, наверное, один из самых трудных концертов и вообще сочинений, потому что действительно, когда каждый раз, когда выходишь его исполнять, это такое чувство, даже не преодоление, но вот, что перед тобой такое большое дело сейчас, действительно, и очень тяжелый физически, эмоционально, и, по-моему, даже есть какая-то тоже шутка, что кто-то читал, что там, я сейчас не вспомню, какой, кто-то каким-то образом почитал, сколько там нот, и там какое-то рекордное просто количество нот, чуть ли не в книге рекордов Винниса, там нот что-то, то есть какое-то невероятное количество текста, вот, но Сергей Васильевич часто, кстати, так любил вот немножко обмануть, мне кажется, когда можешь вначале что-то так просто, вот, а потом, но третий концерт, конечно, абсолютная вершина. Спасибо большое, Константин. Спасибо. Продолжение следует...